Здравствуйте, уважаемые! Это Открыто. Мы продолжаем делать более открытой для вас тему выборов в Благовещенске. Они состоятся 14 сентября. Мы будем выбирать мэра и депутатов Гордумы. И 21 июня началась процедура выдвижения кандидатов. О своих намерениях участвовать в выборах мэра Благовещенска заявили уже несколько человек. Татьяна Ракутина от КПРФ, Наталья Калинина от партии «Яблоко», Сергей Левицкий, бывший единоросс и бывший спикер Гордумы Благовещенска. Он сказал, что намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Гость прошлого выпуска программы «Открыто» депутат Благовещенской думы Евгений Пасканный, тоже экс-единоросс, тоже решил идти на выборы мэра как самовыдвиженец. Самовыдвиженцам, кстати, для регистрации необходимо будет собрать более 800 подписей горожан. Исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска Александр Козлов также признался – в мэры пойдет. Он уже победил на внутрипартийном голосовании «Единой России», которое проводилось в апреле и было открытым. С ним, с голосованием, правда, произошла занимательная история. Результаты праймерис по определению кандидатур от партии в Думу Благовещенска сначала долго не оглашали, а потом решили, так и не огласив выбор 8 тысяч горожан, результаты изменить, провести дополнительный праймерис. По информации из неофициальных источников, близких к руководству местного отделения «Единой России», это решили сделать, чтобы дополнить список кандидатурами, предложенными руководством Амурской области. Официальная версия другая. У нас в гостях сегодня Виктор Черемисин, экс-первый вице-мэр Благовещенска, блогер информационного агентства «Амур.Инфо», председатель Амурского регионального отделения партии «Правое дело». Здравствуйте, Виктор Юрьевич. И сразу же первый вопрос. Здравствуйте. И просто хороший человек. Хорошо. Виктор Юрьевич, в 2012 году, когда Вы пытались баллотироваться в губернаторы Амурской области и не смогли пройти процедуру регистрации Вас в качестве кандидата, Вы сказали, что будете баллотироваться в мэры. Вы уже отказались от этого намерения или нет? Нет, я не отказался от этого намерения. Сейчас как раз мы проводим консультации внутрипартийные, общественные, для того, чтобы понимать, насколько правильно участвовать и в каком качестве. То есть у нас диапазон очень широкий. От избирателя, который придет к урне, улыбнется и положит свой велетень за или против, до кандидата, который пойдет реально на избирательную кампанию. Поэтому, я думаю, вы там висели, мы в любом случае будем участвовать. Я предлагаю сегодня сделать интервью не очень серьезное, потому что все слишком серьезно относятся к выборам. Наверное, это правильно. Но давайте не будем делать чересчур умных лиц. Да, мы будем участвовать в этом шоу по простой причине. На самом деле, мы жители Благовещенска, мы здесь родились, мы здесь живем. У нас здесь бизнес, друзья, дети, знакомые, дяди, тети и так далее. Конечно, судьба нашего города, она небезразлична всем им и нам. Поэтому, да, мы будем участвовать. Это вот что касается выборов мэра Благовещенска. А Гордумы, не знаю, может быть, вы лично или партия? С учетом, кстати, того, как вы однажды отзывались о депутатах в городе. То есть, либо научилась плавать, либо научилась быть свиньей. То есть, на самом деле, депутат должен быть депутатом, то есть, избранным лицом горожанами для решения проблем и вопросов, связанных с жизнью города. А не лицом, который приходит в городскую думу для того, чтобы решить свои проблемы, проблемы своего бизнеса, проблемы своих финансовых вложений и так далее. На мой взгляд, большинство в Думе сегодня именно этим занимается. А вот, Виктор Юрьевич, все-таки давайте зафиксируем. Вы лично не исключаете по-прежнему своего участия в выборах мэра, плюс партийцы, правое дело... Не исключает свои возможности, да. То есть, на самом деле, да. У вас идет в выбор Думы, да? Конечно, да. Ну, то есть, именно не исключает, вы не говорите, что... На самом деле, Анна, понимаете, ситуация такая, мы все находимся в таком правовом поле, в жестком, да, и больше того, пока это правовое поле, это не только правовое поле, но и поле общественного мнения, да. Поэтому при всем, при том, что от нас ждут, ожидают каких-то заявлений громких, да, мы пойдем, да, мы будем, да, мы победим, там и так далее, на самом деле, да, мы действительно не исключаем, это не значит, что мы идем, но мы не исключаем с большей степенью вероятности участие в этом процессе, в обоих этих процессах. Вы хотели, не знаю, там, избавиться от приставки «экс», вернуться на какую-то, может быть, другую должность в администрацию? Может, если вам предложат, опять же, к вопросах о консультациях? Знаете, рассуждать гипотетически о таких вопросах неправильно. А если предложат, я, конечно, буду думать. Не предлагали? Нет, не предлагали, да. То есть, здесь не надо рукавить их больше, что я не пойду проситься, да? То есть, в действующей администрации сейчас, да, исполняющего обязанности главы администрации Козлова, вам постов не предлагали? Нет, конечно. Ну, и я думаю, что этого и не нужно, потому что сегодня администрация действующего, исполняющего обязанности администрации, она находится сама по себе в сложном положении. То есть, они недавно вступили, так скажем, на эту стезю. При, можно называть, там, опытом, конечно, управления, там, какие-то структурами, там, даже в областной администрации и так далее, но при полном отсутствии опыта управления городом и городом Благовещенска, вы знаете, что в Мурской области город Благовещенск, это такой нестатистичный город, на самом деле. То есть, его можно облечь в статистику, там, сколько жителей, какие они, там, красные, там, зеленые, там, и прочее, да? То есть, мы это можем все назвать, но он не статистичен, но он, на самом деле, очень, Благовещенск, очень буйный, очень активный, очень активный в масс-медиа, очень активный в политическом поле, очень активный в общественном мнении, в культурной, спортивной жизни и так далее. На мой взгляд, у нас город такой, он носит достаточно такой взрывной характер. Непредсказуемый, да? Да, поэтому он очень сложен. Я, на самом деле, боюсь, что мои чувства – это сочувствие администрации, потому что это правда, эта работа безумно тяжелая, она абсолютно неблагодарная при любом раскладе, при любом исходе, на самом деле, будь там 7-5, поэтому те люди, которые принимают на себя такую ответственность, они, конечно, должны вызывать уважение, но это уважение на входе, оно должно подкрепляться потом делами и так далее. Вот вы говорите, что люди, которые пришли без опыта, нет, ведь сейчас возвращается команда Александра Мигуля, да, это Калита, Ким, Донец, то есть это уже люди с определенным опытом управления городом. Вот, кстати, как вы относитесь к возвращению этой команды? Команда именно. Я странно отношусь к возвращению этой команды, потому что мы помним, как финишировала команда Мигули. Может быть, это финишировал конкретно он, а не его команда? Ну, понимаете, короля играет свита. Ну, в том, в общем-то, относительно самостоятельно. Вот такое бытует мнение, что относительно самостоятельно был Александр Мигуля в принятии своих решений. Я внешне вижу сегодня, что Александр Козлов еще более самостоятельный, чем Александр Мигуля. То есть там вообще... Смотрит телевизор? Да, я смотрю, к удивлению вашему телевизору, да, к своему тоже, кстати, да, поэтому... Я смотрю телевизор, читаю интернет, на самом деле, я очень внимательно слежу за жизнью города, потому что мне действительно интересно. Ну, вот все-таки, возвращаясь к старой команде, то есть... Для меня это странно. Ну, это такой пиар-ход, по-вашему, или что? Ну, вряд ли это пиар-ход, на самом деле. Это скорее, знаете, стандартная ситуация расставить сначала метки свой-чужой, как я уже однажды тоже говорил, да, то есть... И потом пытаться, не набирая чужих, пытаться набрать чужих условно-ментально, да, пытаться набрать каких-то людей, которые так или иначе там имели опыт. Но ведь на самом деле, я не оговорился, когда сказал, что короля играет свита, там Мигуля был очень сильным человеком, я не могу сказать, что он был очень сильным управленцем, но он был таким деспотом. Ну, человеком он таким остается, сделаем ремарху, да. Ну, конечно, да, да, не вопрос, мы не имели ничего против там, или там, я не говорю ничего плохого о Мигуле, то есть никаких... Больше того, мы, будучи там политическими противниками, если даже не сказать врагами, мы, как ни странно, находили там возможности для диалога, для обсуждения там каких-то жестких там проблем и так далее. Но я знаю, что при Мигуле команда играла весьма опосредованную роль. Поэтому, как бы, говорить, называть там этих людей сильными управленцами, которые пришли усилить команду исполняющей обязанности главы администрации, можно весьма условно. Я не хотел бы давать личностей характеристики, там, да, всем жизнь покажет. Но я думаю, что ретроспектива, она у всех есть, на самом деле, у всех есть. За плечами там опыт общения со всеми людьми, которые там так или иначе работали там, и у всех есть свое мнение. Можно провести анализ там тех людей, которые работали с этими людьми, и наверняка составить вполне взвешенную картину. Вы вот не считаете, например, что существует просто тоже такое мнение, что муниципальная власть сейчас в Благовещенске принципиальные вопросы не решает, а эти вопросы решаются как бы больше в облправительстве. Ну, мне тоже больше так кажется, да. А вот если вы, ну, соглашаетесь с тем, что муниципальная Благовещенская власть зависит там от облправительства, вообще, насколько это хорошо, насколько плохо, насколько можно конфликтовать, насколько, не знаю, совсем что ли, ну, ложиться под власть в ее внешестоящие? Ну, все плохо, и конфликтовать, и ложиться под власть все плохо. На самом деле, в администрации областного центра должны сотрудничать с администрацией Омурской области, и наоборот. То есть я не вижу поводов для конфликтов, которые были, когда мы были, да, когда Колярин напрямую там устраивал войны с Коротковым. Это было тоже, в общем, не очень умудренные позитивом шаги. То есть вы рекомендовали ему не воевать с Белым домом? Ну, я больше того, я пытался там все годы, которые я был в администрации, я работал там огнедушителем. То есть я пытался договориться там со всеми участниками. У нас были такие уникальные встречи, на которых там присутствовал там лидер Единой России, губернатор, мэр областного центра, главный федеральный инспектор, или тогда он еще был представителем президента, может быть, наверное, не помню. Но я в качестве там какого-то там непонятного магнита, да, который их там стаскивал вместе. А как вы думаете, что произошло? Почему вот администрация Колярин, администрация Мигули, это были такие все-таки относительно самостоятельные структуры от Белого дома, да, там, соседнего. А потом что-то произошло, ну, не назову этот процесс деградацией. Деградация? Но что-то пошло не так. Или наоборот так все пошло. Деградация, вы знаете, это объединение. Это хороший процесс, мог бы быть. На самом деле, как бы, это обратная сторона Луны. Или монетки. Когда администрация города начинает чувствовать себя самостоятельной и избранной народом, на самом деле у многих возникает иллюзия того, что они независимы. Независимы от областной власти, независимы от другого мнения. Знаете, в моей интерпретации слово независимость имеет такое очень банальное и очень жесткое понятийное выражение. На самом деле, если ты ни от кого не зависишь, значит, ты просто никому не нужен. То есть, вот это независимость. То есть, если ты хочешь быть независимым, значит, ты хочешь, чтобы в тебе никто не нуждался. Поэтому, на самом деле, как бы, здравый смысл у любой администрации понимать, что администрация – это всего лишь механизм обеспечения жизни граждан на территории города, области, страны и даже дальше, да, там. Ну, то есть, консультации по принципиальным вопросам с Белым домом – это нормально. Не консультации, а постоянное, непрерывное сотрудничество в сфере управления своей структурой. И когда люди, с одной стороны, ложатся там под областную администрацию и забывают, что они работают для жителей города, а с другой стороны, они забывают, что они, часть структуры, начинают бороться с администрацией области, это одинаковый тупик. Не важно, с какой стороны тупик, правда? Это главное – дороги назад нет. Это война такая ментальная, в которой вовлекаются там чиновники, простые люди, на самом деле, СМИ. В войне никто не выигрывает. Вы знаете, можно биться там за билеты в кино, на самом деле, победить, оставшись без глаз, да, и получить свои билеты в кино. Кому интересно? Ну, а с любым губернатором можно договориться? Я уверен, с любым губернатором можно договориться, с любым человеком можно договориться. Вы сейчас с Александром Калядиным общаетесь? Очень нет, почти нет. А почти точек соприкосновения никаких нет? Ну, почти нет, да. Вы, если я правильно помню, 10 лет назад были исключены из состава «Единой России», после «вестничной драмы», так называемой. Я, на самом деле, вместе с Александром Калядиным создавал структуру «Единой России» на территории города. Не могу сказать на территории области, это не так, на территории города. Мы ее создали, мы ее родили, на самом деле. Но потом в структуре «Единой России», на самом деле, стали заводиться вирусы, такие вирусы агрессивного амбиционизма, на самом деле. Один из пораженных вирусом людей, на самом деле, Валерий Васильевич Васильевич, устроил, на самом деле, прям внутрипартийные склоки такого уровня. Ну, это же борьба за влияние была. Ну, понимаете, это опять же, как бы… Можно компромиссом делать. Да, можно же, на самом деле, управлять любой структурой, не пытаясь ее взорвать. Но когда люди не способны к компромиссам, когда люди не способны, в принципе, управлять нормально, там, структурами, общественными, административными и так далее, то есть одна из задач плохих – разделяй и властвуй. Как разделить? Можно взорвать ситуацию, да, можно взорвать ее изнутри, можно внешне и так далее. То есть тогда Ващевоз, не будучи там даже тогда членом партии «Единой России», устроил это шоу там на лестнице, на самом деле, которое ученые там назвали «Лечная драма». Ну, к слову сказать… Трагикомедии, может быть, я не знаю. Да, может быть, трагикомедии, на самом деле, как бы удаленными последствиями, которые, на мой взгляд, было и то, что Ващевоз единственный работник администрации президента России, которого как-то уволили по нехорошей статье. Ну, да. Ну, вот вы бы хотели вернуться в «Единую Россию»? С учетом того, что сейчас стало модно, по-моему, выходить, наоборот, из «Единую Россию». Я бы, на самом деле, не хотел вернуться в «Единую Россию», потому что, опять же, по той же причине, я считаю, что все партии нужны. И со всеми партиями правильно работать. Потому что, если есть партия, которая объединяет даже экстремистов, работать надо и с ней, потому что тогда экстремисты собраны, как бы, в одном месте. Ну, вот вам сейчас политика партии «Единая Россия» симпатична? Понимаете, политика партии «Единая Россия», она, в принципе, не отличается ничем от политики Коммунистической партии «Российской Федерации». Ее методы. Ну, вот методы, да. Методы, как бы, вряд ли симпатичны, потому что методы сейчас методы КПСС. То есть метка свой-чужой, на самом деле, декларативные там и так далее. И я думаю, что эти методы не устраивают уже сегодня саму партию «Единая Россия» и ее идейно вдохновителя, на самом деле, президента Путина. Потому что сегодня, как бы, как любая структура, которая перестает быть компромиссной и перестает вообще слышать объективные ситуации вокруг себя, она становится проблемой для ее, там, отца-основателя и для всех остальных. И, знаете, как дети, когда вырастут, на самом деле, они такие классные, такие маленькие, пушистые, на самом деле, там, орут что-то и никуда не уходят, да? Потом начинают бегать по комнатам, потом начинают бегать по городу, потом начинают бегать по стране, на самом деле, и потом они становятся неудобнее, потому что, на самом деле, где вы, дети? А на местном уровне, на ваш взгляд, сейчас намечается раскол внутри «Единой России»? Ну, я боюсь, что он не намечается, я боюсь, что он просто цветет в полный рост. Потому что, на мой взгляд, я, конечно, не готов комментировать, там, до мелочей, там, ситуацию с «Праймерис». Вот вопрос, да. Судя по тому, что «Праймерис» готовится второй раз, во-первых, для меня не очень понятно, так близко к выборам делать еще раз «Праймерис». Ну, а раз его делают, значит, не все хорошо в датском или не в датском, как там, кому удобно, КРС. У нас «Праймерис», так называемый, сегодня лишь часть избирательного шоу, а не «Праймерис» в том смысле, в котором мы должны быть. Хотя, на самом деле, это очень правильный механизм, который должен реально выявлять. Но когда вы таким путем пытаетесь представить кривое зеркало, это значит, первое, вы не учитываете свои ошибки, второе, вы не ищете тех людей, которые действительно могут продвигать ваши же идеи в жизнь и так далее. Ну и в-третьих, любая неправда, на самом деле, внутрипартийная, она выливается так или иначе в конфликт интересов. Когда это конфликт интересов одной партии с другой, это еще более-менее понятно. Когда это конфликт интересов внутри партии, ну, значит, у однопартийцев совсем не однопартийные цели. А как вы думаете, вот этот конфликт во что выльется? Я думаю, что он уже вылился в негатив серьезный, потому что результаты второго «Праймерис» будут еще более жестко интерпретированы всеми желающими, на самом деле, наверное, именно из-за же. Потому что «Праймерис», который проводят дважды, это как, знаете, два раза пойти в ЗАГС и ни разу не жениться, да? В-третьих, любая скандальность отталкивает людей от выборов. Я боюсь очень таких вещей, потому что сегодня у нас третий уже исполняющий главы администрации города, на самом деле, и, дай бог ему, здоровья и усилий и так далее, чтобы он справился с этой задачей. Но как бы сам факт появления одного, потом второго, потом третьего не добавляет позитивного имиджа. Там ни «Едина России», с рук которой это происходит, ни областной администрации, из рук которой из недр, которые они вырастают, на самом деле, ну и самое главное, это не добавляет позитива самому городу. Я не против внешних руководителей. Но как минимум такой руководитель должен пойти, отработать замом, там, я не знаю, там, два, там, три года, четыре года, и потом, да, показав свою состоятельность. Знакомившись. То есть можно говорить о том, что вот череда ошибок налицо. Череда ошибок налицо. Но на самом деле сегодня, наверное, есть возможность их избежать и исправить дальше, да? То есть, во-первых, не ломая, так скажем. Во-первых, самый простой способ, когда люди должны показать, то есть, чего они хотят от выборов. Устраивает их такая ситуация. Каждый хочет своих кандидатов. Нет, я имею в виду просто людей. Я имею в виду заинтересованных, аффилированных лиц. Я имею в виду простые люди. Там, девушки, дедушки, бабушки. Ну, вот видите тоже, Благовещенск в основном демонстрирует, не в основном, да, у меня один яркий пример, это выборы Мигули последние. Кроме выборы мэра. Это были просто, да, муниципальные выборы. И, ну, очень пассивно электорат отреагировал. То есть явка была очень низкая. Ну, потому что Мигуля, на самом деле, очень квалифицированно зачистил все поле. Поэтому, давайте, недооценив Мигуль, не надо. Он реально, как своим вторым выбором, реально поле зачистил абсолютно. Это то, чего не делали мы с Каляниным, когда выиграли у Мигули первые выборы. И выиграли их шумно, громко, там, на самом деле, там, жестко, очень. Интересно. Интересно, да. Это было такое серьезное зрелище и действие. Но мы не стали там никого добивать. Я буду называть вещи своими именами. Мы никого не добиваем. А возможность была? Конечно. Конечно. У власти всегда есть возможность. У власти всегда есть возможность. В то время было вообще само политическое поле. В момент, когда люди приходят во власть, многие забывают, зачем они туда приходят. И они, у них этот нимб власти, на самом деле, это тире нимб всевозможности и безнаказанности. Потом, правда, многие, там, как Мигуля, понимают, что не все так просто и легко. Но, тем не менее, этот нимб, он светится у многих, на самом деле. И поэтому власти, конечно, они, как любой нормальный человек, как любая нормальная структура, они борются за выживание. Не за выживание города и власти, а за выживание власти в городе. Поэтому, на самом деле, конечно, в поле защищаются структуры, просеиваются через сито, спонсоры, просто друзья. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это все вполне объективно, и это закономерно. То есть, избежать этого, наверное, нельзя. Потому что можно говорить о том, что, значит, кто это идеальный, кто-то не идеальный. Аппетит приходит во время еды? Ну, аппетит просто приходит и уходит. Ну, вот сейчас, по-вашему, из «Единой России», возможно, какие-то громкие исходы массовые, может быть, даже? Сходы? Исходы. Исходы, да. Испортивластия? Каких-то ключевых людей из «Единой России». Нет, я думаю, что не будет никаких исходов. Но при том, что исходов не будет, на самом деле весьма возможный неожиданный результат на этих выборах. Как вы думаете, насколько интересными будут выборы? Мой прогноз – выборы будут интересными весьма. Но вы называете их шоу? Ну, это в любом случае шоу. Знаете, давайте… В Америке выборы больше шоу именно с точки зрения шоу-бизнеса, чем у нас. Эти выборы будут больше гораздо шоу, чем были выборы прошлого, или там, которые вы назвали. А что вы вкладываете в это понятие шоу? Я думаю, что будет очень много подстольной борьбы, и будет очень много медиа-борьбы. На самом деле я скажу, почему так будет. Потому что прошло несколько лет, лет, наверное, 10 как раз, да, после тех выборов, уже 14 лет прошло, когда мы выиграли в «Мигуле», да, это были выборы, вот прямо выборы, выборы. А потом Единая Россия все успокоила, устаканила, вода перестала там плескаться через край, и все привыкли, что выборы – это такое условно назначенное… Да, фикция, условное назначение через механизм выборов. Так выбирали губернаторов, в кавычках, так выбирали мэров, на самом деле так назначали исполняющих обязанностей и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня как бы обсе изменилось. Сегодня мы опять хотим мэра. И не мы хотим мэра, да, а сегодня уже власти государственные и региональные поняли, что на самом деле механизм его, он как бы не стабилен, нерационален и нелегитимен, потому что как бы а люди там людям плевать на его, из которого назначили. Они хотят своего мэра. Если пойдете вы все-таки на выборы мэра, ваши однопартийцы на выборы в Думу, пойдете с целью победить? Ну вообще любой спорт предусматривает... Ну реальная цель, вот реальная. Реальная цель, все идут на выборы, чтобы победить. Победить все. Конечно. То есть не для того, чтобы там испытать, может быть, там систему, там повертеться вот в этих новых... Но есть еще, на самом деле, как бы позиция в командной тактике, когда идет команда, чтобы не победил член другой команды. Вот, кстати, вот диалоги есть с Единой Россией сейчас? Ну вы знаете, я бы... Это вопрос неправильный. У меня нет диалогов с Единой Россией, потому что я не знаю, что такое Единой Россия. У меня даже с правым делом нет диалогов, потому что я не знаю, что такое правое дело. У меня есть диалоги с людьми, многие из которых являются коммунистами, членами Единой России, членами правого дела. И это правильно. Понимаете? Когда мы перестанем доминировать в нашем сознании политическое со стороны... Договоренности межпартийные. Договоренности у нас есть межличности, межобщественные, между какими-то конгломератами людей, между людьми, которые представляют те или иные функции, и они совсем-совсем-совсем в разных политических полях. И это, поверьте, нам не мешает вместе ходить в баню, на самом деле, обсуждать экономические проблемы, обсуждать вопросы, которые возникают при работе. Ну, я сейчас веду не просто обсуждать экономические проблемы. Политические соглашения. Да, политические, тактические шаги. Политических соглашений у нас нет ни с кем. Не так давно Сергей Пузиков, ваш коллега или конкурент по губернаторской кампании прошлой в радиоэфире, сказал, что, цитата примерно, непримерно, дословно, это не выборы в полном смысле этого слова, это просто голосование. 14 сентября ровным счетом ничего в расстановке сил не изменит. Почему, вот, вы считаете, по-другому? Можете как-то? Ну, потому что Сергей Пузиков имеет право на собственное мнение, даже тогда, когда он вышел из партии права дела и пошел там самостоятельный какой-то полет по одному ему известным причинам. Ну, это его право. Его право на мнение. По сути, его позиция, она немножко с вашей созвучна. То есть, это шоу. Оно, вот этот шоу, оно отгремит. Ну, то есть, оно лето погремит, 14 сентября оно завершится. Когда мы с вами... И придем к тому же знаменателю. Результат может быть разным. Мы можем объективно и неожиданно для себя увидеть те качества человека, которым мы недооценивали. Ну, допустим, Козлов сегодня наверняка очень многим неизвестен. Во время выборной кампании, знаете, он может раскрыться таким образом, что все с удивлением поймут, что ну да, просто удивительно, почему его не было раньше. Правильно? Может быть, случится наоборот, на самом деле. И это все позитивные итоги этого шоу. То есть, мы идем на публичные мероприятия выборов для того, чтобы узнать претендентов, показать программы претендентов, эти программы как бы примерить на себя. Это такая большая примерочная. И чем меньше, на самом деле, будет равнодушных людей, тем точнее будет пример. В выборах, как вы и сказали, да, цель победить, но вот эти вот очки распределятся традиционным образом. Цель победы, на самом деле, она не может быть только абсолютной. То есть, в вашей интерпретации, она сейчас прозвучала, цель победить. То есть, если я стал мэром, я победил. Если я не стал мэром, я проиграл. Нет, совсем нет, на самом деле. Если во время выборной кампании мы так или иначе смогли повлиять на принятие решений, смогли повлиять на мировоззрение тех людей, которые идут на выборы, смогли донести свою позитивную часть программы и ее включили в позитивную часть программы другой партии, так мы выиграли. Понимаете? Это был Виктор Черемисин, который открыто, я надеюсь, обсуждал с нами выборы мэра и депутатов Благовещенска. Они, напомню, состоятся 14 сентября 2014 года. Вообще еще открыто для вас. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...